Ветеран Великой Отечественной и один из чудом выживших в пекле Невского пятачка Михаил Зорин спустя десятки лет вернулся на место своего второго рождения. Сейчас тут тропинка, а в 41-м берега были покрыты льдом. Причем враг это сделал специально. Они обледенели нашим солдатам, когда форсировали. Было очень трудно. В день рождения Михаила Петровича командир отправил его в баню отдохнуть и помыться на другую сторону реки. Вернуться обратно в блиндаж солдату Зорину помешал тронувшийся лед. С другой стороны Невы он наблюдал, как в блиндаже погибают его товарищи. Погибая, они здесь написали на простыне «Помогите» и все, чем могли помочь с того берега, это ударами артиллерии, но не больше. Изменить что-либо, пустить что-то по льду не представлялось никакой возможности. Поэтому немцы, вот это был последний, так сказать, аккорд сопротивления героического пятачка. За последние годы работы поисковыми отрядами на Невском пятачке было найдено более 500 солдат. Блиндаж со станками 11 советских воинов нашли еще в начале 90-х. Шестерых удалось опознать и похоронить в братской, но не безымянной могиле. Там разные, там трагические судьбы выяснились. Один из врачей застрелился, причем с подаренным его любимой женщиной пистолета наградного маленького в коробочке. Комиссар Ищурова, комиссара 86-й дивизии, его определили по наградному пистолету и портсигару. То есть в этом блиндаже из всех, кого нашли, было четко опознано 6 человек. Сейчас все их фамилии выбиты вот там, где находятся братские захоронения. Николай Васильевич Ляпушев ушел на фронт в июле 41-го. В августе того же года пропал без вести. Спустя 70 лет красноармейцы обнаружили поисковики. Они и вернули останки бойца на родину, в Красное село. После отпевания гроб защитника на рудийном лафете доставили к месту захоронения. Николая Васильевича Ляпушева перезахоронили на Верхнем Красносельском кладбище. Почтить память бойца пришли жители села и поисковики. Среди них и Игорь Белихов. Именно он обнаружил останки красноармейцев Карелии. Открыли медальон, он был прочитаемым. Записали данные, отдельно убрали от общей массы. И потом начали, когда уже вернулись в город, начали искать родственников по адресу, написанному в лицке. И вот нашли родственников, дочку и двух племянников. Они тоже пришли на кладбище. Единственная дочь, Таисия Николаевна, совсем не помнит отца. О нем она знает только со слов матери. Я ничего не могу помнить, потому что я только родилась. И он ушел на следующий день добровольцем. Ну а со слов матери, хороший человек был. Сто метров от рубежного камня и в шести метрах от дороги. На глубине нескольких десятков сантиметров. Был забыт еще один советский солдат. Вот на этом протяжении, в куске метров, наверное, 200 в длину, да, вот как была эта траншея, она после войны была, так сказать, запахана. Сюда были положены всякие кабеля разных, так сказать, служб. Здесь, ну, наверное, вот нашим только отрядом более 150 человек выходных. У многих солдат носить с собой заполненный смертный медальон было плохой приметой. Поэтому они подписывали личные вещи, котелки и фляги. Удивительно, но эта фляжка пролежала в земле 70 лет. Погрузив руки в историю, поисковики уверены, это не последний поднятый герой. В рамках Всероссийской вахты памяти более 30 отрядов из Санкт-Петербурга отправились на места былых боев с одной целью – отыскать и восстановить судьбы павших бойцов. Завершится Всероссийская вахта памяти по традиции в ноябре. Денис Бечин, Александр Калинин, Евгений Богатов, Герман Ходоровский и Кирилл Ершов. Петербургская неделя. Редактор субтитров А.Семкин